В этом детском саду использованы новые технологии. Двойное резиновое покрытие на игровых площадках и верандах, а также уличное объемное освещение. Само помещение инженеры строительного проекта постарались сделать оптимизированным. Каждый уголок в пространстве несет сразу несколько функций. Зоны, предназначенные для релаксации, используются и для проведения интерактивных кружков. Индивидуальный подход в творческом развитии каждого ребенка. Вот главная задача, которую ставят перед собой воспитатели. Мы планируем сделать сказочное бюро погоды, это на улице. Мы планируем, чтобы детишки сделали у нас птичью столовую для лесных зверушек. Готовим у нас и фитоогород, и лечебный огород. То есть территория большая, хорошая, зеленая. То есть все для детей. Здесь отдыхать одно удовольствие. Всего детский сад рассчитан на 225 мест. Это 9 групп для детей разного возраста. В комплекс дошкольного учреждения входят музыкальный и физкультурный зал, бассейн и застудия, прачечная и уютная столовая. Одним словом, это современный и яркий второй дом для малышей, в который они будут приходить с удовольствием. На этом наша работа по строительству детских садов не останавливается. Мы ее и дальше будем продолжать, потому что во многих садиках очень плотная укомплектованность. И для того, чтобы ее разрядить, и для того, чтобы иметь запас на будущее, для тех, кто будет приезжать в районы нашей новостройки, нам еще нужен, конечно, запас. Поэтому строить, строить, еще раз строить. И не только детские сады, но и школы. Местный культурно-досуговый центр «Молодежный» подготовил для детей обширную веселую программу с русскими народными песнями, прибаутками и, конечно, Дедом Морозом. Все повеселились от души. Это не последнее открытие в этом году детского сада в нашем районе. Новогодний подарок в виде комфортабельного и современного садика совсем скоро получат и жители микрорайона Трехгорка. И уже в следующем году в Одинцовском районе для детей в возрасте от 3 до 7 лет очереди в дошкольные учреждения не будет. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.